Добрый день! Сегодня посмотрим на магнитный FTO от Диан Шенг. Новая красивая главоломка, недавно вышла, Диан Шенг, Galaxy Cluster, Firestorming Octave Drone Magnetic. Новый логотип Диан Шенга, это старый, ну что-то еще по-китайски написано. Магнетик, как выглядит техническая информация. Коробочка открывается не очень удобно, но первый раз, потом уже проще. Здесь сам FTO-дрон, запасные пружинки, если вдруг кому-то что-то не понравилось, и бумажка, я ее не открывал, но, видимо, это инструкция. Да, туториал, и туториал по-китайски. Я собираю FTO не так, но что-то здесь похожее есть. Это все убираем, больше не нужно. Цветной пластик, магнитный FTO, ну это октайдер, у которого вращаются грани. Напомню, что бывает CTO, октайдер, у которого вращаются углы. Вот такой. Ну и в лиге FTO есть уже много головоломок, ну как много, немного есть. Есть октайдеры MF8 DAEN, я их не стал доставать, с крэйзи элементами. Есть такой же по механике FTO от Lanlan. Ровно такой же на вид есть FTO от Dianchengo старый, но у меня такого нет в наличии. Есть от Lanlan еще версии FTO без уголков. То есть вращаются грани, но уголков нет. И от Dianchengo вращаются углы, но уголков нет. Так, ну и FTO 4x4 от MF8. Хорошая головоломка, достойная. Нормально вращается. Про нее уже рассказываю, и даже туториал на канале есть. Посмотрим, чем отличается. Ну понятно, современная версия, которая вышла только что, будет сильно лучше той, что изобрели много лет назад. Тем более здесь магнитный, цветной пластик, ну современной технологии. По размеру новый FTO чуть меньше. На несколько миллиметров. Ну, вращать удобно, все хорошо. От Lanlan вращается неплохо. Ну, или я его много собирал. К примеру, мой экземпляр вращается нормально. Ну, естественно, Dianchengo вращается лучше. Лучше, быстрее. Чуть пошумнее, возможно. Хотя можно и сравнить. Нет, не шумнее, но и не сильно тише. Ну, такой вот хороший октавидр FTO. Давайте его соберем. Я видел много всяких материалов, в том числе от Dianchengo. И что настораживало, они выпустили туториал, как собрать головок механически. Видимо, это не так просто. Но я видео пролистал, вроде там все интуитивно. И где-то я встречал, что у кого-то детальки вылетали. Но эту головонку собирают на скорость. Ее нет в списке VCA. Но есть ребята, которые профессионально ее собирают. Ну, не официально мировые рекорды ставят. Причем собирает очень быстро. Я же использую самый простой метод. Ну, с этой головонкой, возможно, когда-нибудь захочется использовать и скоростной. И мне для сборки требуется всего лишь один трицикл. Ну, и немножко интуитива. Давайте соберем. Начнем с белой грани. Я начинаю с углов. Вот два белых угла. Но по цвету они не подходят. Вот эти два белокрасных подойдут. Поставим сюда третий. Ну, просто вот, не задумываясь. Три есть. И нужно развернуть противоположные. Тут должно быть три желтых. Ну, если ситуация есть с одним, ставим его слева. Делаем такой вот пиф-пап. При этом белые на месте, а желтые на месте. Ну, и вот эти надо сейчас совместить. Надо довернуть. Стало хорошо. Подробно получающее видео на канале есть. Кому интересно, можно посмотреть. Собирать сейчас буду ровно так же. Дальше я собираю на белой грани вот такие вот элементы. Я их называю центры. Визуально вот эти все шесть похожи. Но те, которые соприкасаются с уголками, это центры. А вот это ребра. Они двухцветные с двух сторон. Это отдельные элементики такие. Ну, четырехцветные уголки. Причем, эти белые центры, их можно все собрать интуитивно. Без каких-либо алгоритмов. Я сейчас сломал специально. Но можно вот на раз подставить, вращая средний слой. Два подставить. И вот третий, его нужно вот сюда, повернем вот так. Подставим сюда и вернем обратно. И вот у нас уже на белой грани, но вот это не обязательно, вот эти три есть. Ну, можно еще посмотреть, что здесь добавить. Вот этот слой, средний. Можно вращать и что-то сюда добавить. Например, поставить вот здесь вот синий. Здесь нет, нет. Ну, можно ли что-то сделать более красивое? Наверное, нет. Можно красный поставить. Но это не сильно лучше. Так что неважно. Ну и дальше соберем центры на остальных. И для этого будем использовать нехитрый трицикл. Ну, что я буду делать? Вот у нас зеленый центрик. Здесь двух не хватает. Вот тут. Подниму наверх. И здесь поверну вот эти элементы почтовой стрелки. Этот центр сместится вот сюда. Потом верну обратно. То есть поставил. Делаю трицикл. Р, у, р штрих, у. Р, у, р штрих, у. Это вращает по часовой. Вот он сюда перешел. Отменяю. Получилось два зеленых. Поищем третий. Ну, разный сетап мол. Конечно, тоже можно использовать. Вот третий элемент. Ну, пока как-то стоит неудобно. Оставлю его здесь. Здесь вот так поверну. Сюда. Сделаю движение против часовой стрелки. Зеркально. Эль штрих, у штрих. Эль у штрих. Эль штрих, у штрих. Эль у штрих. Отменю движение. И главное еще доворот. Вот по центрам, вернее, по уголкам можно следить. И вот зеленые готовы. Ну и так продолжаем дальше, пока все центрики не соберутся. Этап не хитрый. Вполне интуитивный. Давайте добавим фиолетовый. Фиолетовый. Ну, фиолетовый сюда добавим. По часовой. Так. Отменяем. Ничего не доворачивали. Еще один фиолетовый есть. Вот фиолетовый. Поднимаем. По часовой. Можно вращать достаточно быстро. Я просто сильно быстро не умею. Но кто умеет, можете не сдерживаться, если элементы, конечно, не вылетят. Дальше. Здесь не хватает двух красных. Поднимем. Так. Еще один красный здесь. Против часовой. Хорошо. Зеленый. Здесь не хватает одного желтого. Поищем. Вот желтый. Надо... Последние уже вроде бы остались. Да. Вот два желтых. Сюда нужен. Повернем так, чтобы выбивались два. И этот переставим вот сюда. То есть против часовой. Так. И все так. А, это я погорячился. У нас еще оранжево-серый. Конь не валялся. Ну, здесь постепенно. Любой закидываем. В любую сторону вращаем. Так. Один есть. Дальше. Можно с такого положения. Так. Против часовой. И снова такая же ситуация. Где оранжевый. Вот оранжевый. Подвернем, чтобы выбить два. Поднимем. Алгоритм. И все так. Вот мы собрали. Получается. Уголки и центры. Теперь ребра. Можно, конечно, перейти на какой-то другой цвет. Да. Но я покажу с белого. Здесь будем использовать те же самые движения. Но немного по-другому. Здесь будем все подгонять. Нельзя использовать затоп-молвы. Но мы справимся. Так. Что я вижу? Синий хорошо поставить вот сюда. То есть теми же движениями мы также по-часовой и против-часовой можем вращать. Но центры стоят на местах, поэтому не важно, как они перемещаются. Это надо поставить сюда. Но прежде чем его поставить, я вот на это место поставлю фиолетовый. И их два уже на свое. Фиолетовый сюда. То есть расставляем ребра теми же движениями. Поворачиваются все шесть по-часовой. Еще раз по-часовой. Так. Два стоят. Сюда нужен красный. Он вот здесь. Поставим сюда. Может потребоваться больше перестановок. Но это уж как повезет. Так. Хорошо. Но дальше нужно чуть-чуть подумать. Вот здесь вот собрались. Желтые не трогаем. Собираем вот эти боковые. Белые снизу, желтые сверху. Здесь все хорошо. Кажется, что хорошо, но это на самом деле плохо. Вернемся к нему позже. Здесь вот этот хорошо. Вот этот отлично. То есть как нам нужно сделать здесь. Один должен стоять на соседнем месте. То есть его место здесь надо на соседнем. А вот отсюда элемент, он должен стоять сверху. То есть вот так вот мы их поворачиваем, и они становятся на места. То есть сейчас по-часовой стрелке. По серой грани. Так. И вот они два на месте. Поэтому вот эта ситуация плохая. Если мы сюда сейчас поставим, то этот двинется. Беда. Поэтому нам нужно сначала вот этот сюда перенести. Ну туда этот сюда упадет. Тоже плохо. Надо его в сторонку отодвинуть. Поэтому вернемся. А, уже все остальное собрано. Ну, значит вернемся сейчас. Его сначала отодвинем в сторону. Любым трициклом. Вот так. Переместилось сюда. Теперь этот передвинем сюда против часовой на оранжевой грани. Так. Теперь вернем синий сюда. Против часовой по желтой. Так. Ну и два по часовой. В итоге, либо желтая грань сама соберется, либо одна перестановка. Если наверху осталось такое, что нужно переставить два элемента, то это значит ровно то, что где-то еще у вас такая перестановка есть. К примеру, где-то сбоку вот эти два тоже нужно поменять местами, и вы это не заметили. Иначе никак. Бо часовой стрелки достаточно. Ну и все. Очень хорошая головоломка. То есть собирать на любительском уровне прямо отлично. Если на скоростях выше скорости света будет вылетать детальки, ну тут уж что поделать. Надо быть аккуратнее. Ну, я собрал много раз. У меня все хорошо. Вращается приятно. Еще даже на заводской смазке. Вот там внутри магнитики видны. Да? Тут ответные. Все хорошо. Потрясающе. Головоломка мне очень понравилось. Диан Шенг. Молодцы. Ждем еще каких-нибудь интересных пазлов в современном исполнении. Я даже не отказался бы от ЦТО нормального. Почему бы и нет? Он и Диан, конечно, неплох. Но сейчас не особо популярен. И старые такие мало кто покупает. Головоломка не сильно сложная. Приятно собирается. И, в принципе, интересная. 4х4 в ТО, если сделают, будут тоже молодцы. Но я бы больше подождал каких-нибудь пирамидок многослойных. Магнитных, естественно. 4х4 от Мофанга. Неплохая, но без магнитов. А 5х5 и 6х6 мы все еще ждем. Кроме древних от Кевенс пазлов никаких нет. Это можно брать. Стоит недорого. Очень даже хорошо, компактно, замечательно. Вполне рекомендую. А на этом у меня все. Всем спасибо. Всем пока. Для тех, кто еще здесь, небольшой спойлер. Скоро будет вот это.